На похороны своего деда принца Филиппа 36-летний принц Гарри прилетел один, его 39-летняя жена Меган Маркл осталась в США вместе с годовалым сыном Арчи. Воздержаться от поездки герцогиня Сасикской рекомендовали врачи. Меган сейчас находится на последних месяцах беременности, и лишние риски ей ни к чему, тем более что летом она пережила выкидыш. Как рассказал инсайдер из The New People, 94-летняя королева Елизавета II отнеслась с пониманием к тому, что жена ее внука приняла решение остаться дома. Меган выразила королеве соболезнования. Королева понимает, почему она не может сейчас путешествовать. Отметил он, за состояние здоровья своей жены принц Гарри сильно переживает и беспокоится, что оставил ее одну дома на большом сроке беременности. Источники говорят, что с Меган и Арчи он созванивается ежедневно и справляется о самочувствии жены. Похороны принца Филиппа состоятся в эту субботу, 17 апреля. Когда именно герцог Сасикский полетит обратно в США, неизвестно. Однако вряд ли он решит остаться на родине еще на несколько дней, учитывая, что отношения с членами семьи после скандального интервью Апри у Инфри у него не самые лучшие. Королева Елизавета II тем временем, спустя четыре дня после смерти мужа, вернулась к своим обязанностям. Вчера она приняла участие в торжественной церемонии по случаю ухода у Ильи Мопила с поста лорда Камергера при Королевском дворе. В минувшие выходные принц Гарри прилетел срочным рейсом из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы лично присутствовать на похоронах дедушки, принца Филиппа, которого не стало на сотом году жизни 9 апреля. В столицу Великобритании герцог Сасекский прибыл без своей супруги. Официальной причиной, по которой Меган Маркл не прилетела проститься с покойным, стала ее беременность. По сообщениям западных СМИ, врачи строго запретили герцогине Сасекской длительный перелет из-за того, что она находится на позднем сроке. Однако источники из близкого окружения Меган Маркл сообщили DailyMail.com, что она осталась в Калифорнии, потому что не хочет быть в центре внимания. Прибыть она в Лондон, герцогиня опасается стать главным ньюсмейкером, ведь разговоры вокруг целой серии ее скандальных заявлений в интервью о преуинфре до сих пор не утихают. При этом друзья Маркл подчеркивают, что у герцогини Сасекской всегда была с Филиппом особая связь, и она его обожала, и несомненно сочла бы за честь попрощаться с ним. Однако против поездки в Великобританию выступила даже мама Меган, Дория Регланд, которая категорически запрещает дочери летать в период беременности, и она в этом вопросе непреклонна. Тем не менее Маркл с легким сердцем отпускала мужа к королевским родственникам, отметив, что для Гарри это отличная возможность наладить отношения с братом, принцем Уильямом и отцом принцем Чарльзом. И ей самой для этого вовсе не обязательно быть там, заключил инсайдер. Отмечается, что у принца Гарри запланирована целая серия личных встреч с родственниками. Возможно, он все же попытается вернуть к себе расположение и принесет извинения за резкие публичные высказывания. Биограф герцога Эдинбургского, ушедшего из жизни в минувшую пятницу, рассказал, как Филипп воспринял громкие заявления внука и его супруги в резонансном интервью. Программа, напомним, вышла в эфир, когда принц был в больнице, из-за чего Гарри и Меган Маркл подверглись жесткой критике. Супруги крайне нелестно отозвались о королевской семье и даже обвинили родственников в расизме. Кое-кто из его близкого окружения рассказал, что Филипп считал интервью Гарри и Меган супруги сумасшествием и знал, что ничего хорошего из этого не выйдет, написал Гайлс Брандред на страницах Daily Mail. Я не был удивлен, потому что именно так он описал мне телеинтервью, которые принц Чарльз и Диана давали еще в 90-х. Филиппа не беспокоило то, что интервью Гарри и Меган вышло в эфир, когда он был в больнице. Но вот что действительно его волновало, так это озабоченность пары личными проблемами и готовность рассказывать о них публично. Он говорил, вы можете появляться на ТВ сколько угодно, но только не говорите о себе, добавил писатель. Осенью прошлого года другой королевский биограф отметила, что герцог Эдинбургский был обескуражен Мегзитом. Как человек, оставивший военно-морскую карьеру ради Елизаветы II, он не мог понять, почему Гарри и Меган решили бросить семью из-за личных неурядиц. Как он говорил Диане, это не конкурс популярности, это совместная работа, отметила Ингрид Севард. Принц Уильям и его брат Гарри воссоединятся на похоронах своего покойного деда принца Филиппа. Согласно сообщениям СМИ, они встанут плечом к плечу и вместе пройдут за гробом. Два брата воссоединятся впервые после взрывного мартовского интервью принца Гарри и Меган Маркл с опрой Винфри, в котором герцог Сасикский заявил, что его старший брат оказался в ловушке королевской семьи, пишет Daily Mail. В субботу 10 апреля было подтверждено, что принц Гарри вернется в Великобританию из Америки на похороны в следующую субботу 17 апреля, они пройдут в Виндзоре. Он приедет один, так как его жена Меган Маркл находится в положении, и врачи не рекомендовали ей совершать перелеты. Гроб принца Филиппа перевезут в часовню Святого Георгия на автомобиле Land Rover, созданном при его участии. Нести гроб будут члены королевской морской пехоты. Только королевская семья и личный секретарь герцога будут присутствовать на церемонии в часовне, при этом похороны будут транслироваться по телевидению. Герцог Эдинбургский умер 9 апреля в Виндзорском замке, где располагалась его резиденция. Он хотел спокойно умереть в своем доме, а не на больничной койке. Елизавета II и Филипп прожили вместе 73 года. В феврале Филиппа госпитализировали из-за опасений по поводу его здоровья, а позже ему провели операцию на сердце. Принц Гарри уже обсудил со своей семьей возвращение в Великобританию, чтобы почтить память и присутствовать на похоронах принца Филиппа. Об этом сообщает Daily Mail. Герцог Сасекский готовится к своей первой поезде домой после того, как пара оставила королевскую жизнь и переехала в Калифорнию, а также недавнего скандального интервью Опрой. Ожидается, что Меган Маркл, герцогиня Сасекская, не отправится вместе с супругом в Великобританию, а останется в Калифорнии. Маркл, скорее всего, останется дома, так как беременная вторым ребенком. В это же время источники подтверждают, что Гарри уже имел разговор с принцем Чарльзом, Беатрис Йоркской и Евгением Йоркской. Он сказал, что хочет быть со всеми и уже готовится вернуться домой, отмечают источники. Ранее герцоги Сасекские почтили память принца Филиппа на своем веб-сайте, разместив сообщение «Спасибо за вашу службу, вас будет очень не хватать». Возвращение принца Гарри в Великобританию на похороны деда станет поворотным моментом для рассорившейся королевской семьи. Ожидается, что Гарри будет присутствовать на траурном мероприятии в Часовне Святого Георгия на следующей неделе. Скорее всего, Гарри прилетит в Лондон на частном самолете и может стать исключением из обычных карантинных правил, применяемых к рейсам из США. Принца проверят на COVID-19 перед вылетом из США и по прибытию в Великобританию, но на 10-дневный карантин герцога Сасекского не отправят. Пока неизвестно, где принц Гарри остановится по прилету в Лондон и как долго задержится в городе после похорон. Воссоединение герцога Сасекского с его братом Уильямом и отцом принцем Чарльзом будет достаточно неловким из-за напряженной ситуации в семье. Королевские источники считают, что первая встреча братьев за более чем год может стать первым шагом к примирению. Если же Меган присоединится к Гарри на похоронах, королевское сближение считается маловероятным, особенно после того, как Меган рассказала о прежде, что Кейт Мидлтон заставила ее плакать во время подготовки к свадьбе. Вокруг злополучного интервью Меган Маркл и ее мужа принца Гарри, которая супруге дали звезде американского ТВ Април Уинфри, не утихают скандалы. В британской прессе развернулась настоящая компания, освещающая отголоски скандальной беседы, покинувшей страну звездной читы. Не так давно Пирс Морган в эфире шоу Fox Nation заявил, что у него нет никакого доверия к словам супругов, ведь в своем интервью Меган солгала целых 17 раз. У журналиста с бывшей звездой Форс Мажора в свои счеты. Из-за критики Маркл он был вынужден уволиться с телеканала. Морган также крайне нелестно прошелся и по ее супругу, назвал принца Гарри сопляком и нытиком. Тем временем королевский биограф Анжела Левин сообщает, что Меган не оставит без внимания нападки журналиста и уже готовится к суду за клевету. Тем более, что у герцогини Сасекской богатый опыт на сей счет, не так давно она выиграла дело против одного британского таблоида, который опубликовал отрывки из ее частной переписки с отцом. Левин утверждает, что адвокаты звездной семьи уже вплотную изучают громкие разоблачения Моргана, чтобы найти в них судебный прецедент. Меган очень решительная женщина. Не важно, глубоко беременна она или нет, она захочет дать отпор. Пирс тоже очень храбрый, однако сейчас ее адвокаты пристально изучают каждое его слово, чтобы найти хоть какую-либо зацепку. Она попытается заткнуть его, настаивает Левин. Тем временем Пирс Морган утверждает, что члены королевской семьи выразили ему благодарность за то, что он защищает их интересы, высказавшись против Меган, не уточнив, однако, имен.